Приветствую вас, дорогие друзья! Я обещала вам снять видео и рассказать о секретах сохранения здоровья и молодости. И действительно, после того, как я начала заниматься эзотерическими практиками, у меня кардинально поменялось мышление, мировоззрение, перестроилась картина мира, в моей жизни произошла масса всего замечательного и чудесного. И в первую очередь улучшилась моя энергетика, мое самочувствие, и я практически перестала болеть. Ну, я не скажу, что я прям стала бессмертной, да, мы с вами иллюзий, конечно же, не испытываем, но, тем не менее, я действительно забыла о тех заболеваниях, которые мучили меня с детства, то есть о генетических заболеваниях, которые наследовала я по роду, и, соответственно, о простудных таких и сезонных заболеваниях, которые происходят регулярно со всеми. То есть в моем случае это либо происходит практически бессимптомно, либо очень быстро, то есть там один максимум два дня, либо это вообще не происходит. То есть это крайне редко, да, для меня уже какой-то нонсенс, если вдруг я заболеваю какими-то простудными заболеваниями. И поэтому, когда я снимала для вас видео про коронавирус, да, если кто не смотрел, вот здесь появится ссылка, посмотрите, то там я была почему удивлена, что, ну, как так я заболела коронавирусом, потому что я действительно забыла про все эти вирусные инфекции. После того, как я стала работать над собой, применять эти методики, которых я сейчас вам расскажу, меня это просто обходит стороной. Так вот, друзья, давайте уже перейдем к делу. Все мероприятия, о которых я вам сегодня хочу рассказать, я разделила на два типа. Первый тип это психоэнергетические, и второй тип это физические. Ну и прежде всего хочу сказать, да, это не какая-то одна сторона родуальности, как часто очень советуют, делайте только вот это или делайте только вот это. Это всегда априори ошибочно и не содержит некую комплексную картину. Ну, а мы с вами, да, люди осознанные, мы с вами все-таки учимся выходить за рамки и шаблоны, выходить, скажем так, из этой самой системы. Что такое система? Это как раз-таки набор определенных каких-то очень узких ограничений, которые держат человека в определенных границах. И наша задача как раз-таки это объять более комплексно, более масштабно. И поэтому я вот что вам рекомендую? Всегда нужно действовать вообще в любых ситуациях, и в здоровье в том числе, с разных аспектов. То есть мы с вами берем и тонкий план, и материальный план, да, и физический тоже план. И это как раз-таки будет давать возможность намного быстрее приблизиться к результату и сделать это более эффективно. Итак, поехали. Первое, с чего я начну, это чистый астрал. То есть астрал это у нас что? Психоэмоциональная область, это наши чувства и эмоции. И здесь это очень-очень важно, друзья. Потому что первое, с чем я начала работать, я начала работать, собственно, психикой. То есть прорабатывать различные внутренние конфликты, психические травмы, различные эмоции, различные реакции и так далее. Потому что это то, что съедает огромное количество энергии. То есть когда человек находится в состоянии беспокойства, тревожности, он переживает. Это затрачивает энергию. А когда не хватает энергии, что? В первую очередь снижается энергетическая функция, ухудшается самочувствие. Ну и естественно это все может приводить к болезни. То есть падает уровень иммунитета, человек намного быстрее заболевает. И наоборот, когда человек целостен, у него внутри полная гармония, он наиболее устойчив к разного рода атакам вирусов, бактерий, каких-то возбудителей заболеваний, перепадам температур, каким-то внешним факторам, в том числе и физическим, которые могут привести к ослаблению нашей энергетики, иммунитета и, соответственно, заболевания. Также очень важно не копить внутри себя эмоции, чувства, желания, какие-то импульсы к действиям, которые внутри нас рождаются. Мы все прекрасно с вами знаем, что это появляется не просто так. И от того, что мы подавляем всю эту часть, всю эту астральную часть, она внутри что? Образует блокировки. Блокировки приводят к болезням. Ну а болезни приводят к нашему личному несчастью. Поэтому очень важно научиться все-таки проводить эти импульсы и не создавать предпосылки для заболеваний. Также очень важно, друзья, реализовывать наши потребности. Потому что если потребности не реализованы, они приводят к чему? К внутренним конфликтам. Внутренние конфликты тоже ослабляют нашу энергетику, приводят к болезням. Все очень просто. Конечно же, нужно пересматривать свою картину мира. Нужно избавляться от различных вирусов сознания, убеждений негативных, ложных, шаблонов, стереотипов. Не перекладывать ответственность, как мы любим. Чрезмерно не переживать за результат. Потому что когда мы накладываем излишнюю важность на процессы, то мы в это включаемся, и нас начинают вот эти все маятники раскачивать, начинают колбасить и так далее со всеми вытекающими. Да, мы все прекрасно знаем, сильно попереживали, заболел на следующий же день. Было ли у вас такое? У меня, например, раньше такое было. Сильные какие-то эмоциональные всплески, какие-то стрессы. Я помню, поругалась с подругой, на следующий день я заболела. Просто слегла с ангиной, с простудным заболеванием. Она никуда не выходила, она просто на ровном месте произошла. А до этого я просто очень сильно подстрессовала. Поэтому, друзья, для того, чтобы так сильно не реагировать, надо все-таки вот эту внутреннюю важность, ее немножко убирать. То есть, опять же, здесь разотождествление с этими всеми процессами и умение посмотреть на это сверху, да, со стороны как бы взглянуть, это очень здорово помогает. Ну и по поводу вот этих всех проработок, да, различные психические травмы, внутренний конфликт, их же еще нужно и обнаружить. Очень многих вообще не видят внутри себя. Они видят только некие последствия. А пытаются эти последствия лечить, например, какими-то обычными медицинскими препаратами, таблетками, лекарствами и так далее. А корень зла, он лежит совершенно в другом. Так вот, его нужно уметь обнаружить, ну и, естественно, еще и проработать. Я этому обучаю на своих курсах. У меня просто полкурса посвящено тому, чтобы научиться их находить и что-то с этим делать. То есть, мы там прям очень мощно работаем с блоками, с различными убеждениями, психотравмами и так далее. То есть, тут помимо, как бы, несмотря на то, что курс развития сверхспособности, но в первую очередь мы должны себя вычистить. Потому что ни о каких сверхспособностях не может быть речи. Пока человек не целостен. Так вот, вернемся, как говорится, к нашим баранам. Вспоминая французский, «Révenons non moutons». Возвращаемся к нашим баранам. Что еще нужно прорабатывать? Естественно, различные негативные качества, такие как обида, ревность, злость, негодование, гнев, страхи. Страхи тоже безумно ослабляют нашу энергетику. То есть, с этим надо совсем работать, друзья. И на энергетическом плане это что? Темные энергии. То есть, просто так бездумно, конечно же, убрать из себя темные энергии не получится. По той простой причине, что с этим нужно разбираться. Если мы снова испытываем эту злость, то, конечно же, мы снова затемняем свое энергополе. И, как говорится, каждую секунду его осветлять смысла нет. Проще научиться что-то делать с этой реакцией. Очень часто же как? То есть, мы же привыкаем. Почему? Я очень часто говорю. То есть, вот эта некая эмоциональная разнузданность и перерождение в какой-то психологический паттерн. Когда мы начинаем вводить это в привычку. То есть, мы всегда реагируем на какой-то раздражитель одинаковым. Например, мы всегда злимся, мы всегда кричим, истерим, топаем ножки, как маленькие детишки. Это все-таки свойственно более раннему возрасту. Но когда человек застревает в каких-то процессах, он не смотря на это осознанно, не пересматривает это, что это уже отжило, и пора бы от этого избавиться, то это перерастает в такую вреднючую многолетнюю привычку, которая ослабляет, естественно, энергетику, организм, иммунитет и далее по списку. Ну, естественно, нужно разрешить внутренние конфликты. Для того, чтобы их разрешить, нужно увидеть свои субличности, нужно их помирить, нужно вот эту внутреннюю войну гражданскую прекратить. Ну и, конечно же, в первую очередь, наше супер-эго – это наш взрощенный критик, это наша идеализация, система наших ценностей. Вот с ним обязательно поработать. И, кстати, не путайте обычное эго и супер-эго. Супер-эго – это как раз-таки те идеалы, которые мы себе ставим. Они очень часто недостижимы. И поэтому, когда человек сталкивается с обычной реальностью, и он видит, что она не соответствует тем представлениям, которые он сам же себе создал, придумал, то у него начинается вот этот дикий конфликт. То есть в жизни одно, в его представлениях ложных оно другое, вот это супер-эго, так называемый, этот критик, да, который говорит, ты должен быть вот таким, а ты должен быть вот таким. То есть он и гранурирует изначальную человеческую природу, изначальные человеческие алгоритмы, которые прописаны внутри него. То есть здесь очень важно это все, в первую очередь, изучить, как это работает, после чего, когда вы это изучите, вы это сможете принять, а потом, когда вы это примете внутри себя, вы сможете нивелировать этот весь конфликт. Да, работа долгая, оно вот так вот не происходит, к сожалению. Но тем не менее, если начнете с этим разбираться, результаты будут ошеломляющими. Ну и, естественно, чисто астрал – это целостность, это отсутствие энергопотерь, это укрепление поля, ну и со всеми плюшками, которые я вам уже описала. Дальше переходим к области уже чистой энергетики. Что нужно делать на энергетике, чтобы ваше тело, здоровье было крепким, чтобы вы не болели, не старели и были счастливы. Первое – это умение очищаться от различных негативных подключек или демонических каналов, как я их люблю называть, порталов, и от всей этой низкочастотной бяки. Но здесь, друзья, конечно же, это надо уметь делать. Я вам говорю вот как бы в целом, но для того, чтобы этому научиться, нужно действительно работать с тонкими планами. Здесь есть одна ловушка. Очень часто многие находят там какие-то методики, правильно, неправильно, не буду судить, например, в интернете, и пытаются их сразу же воспроизводить. Но дело в том, что здесь идет работа на уровне фантазии. Потом этот человек говорит, что это не работает, все это ерунда, фигня, эзотерика, вообще зло. Но здесь очень важно понимать, что работать нужно именно на энергетике. Чтобы работать на энергетике, нужно наработать определенные базовые навыки для этого. Иначе это все будет происходить просто в плоскости ваших фантазий. Естественно, никакого результата не будет. Чтобы просто убрать привязку или какой-то демонический канал, это не просто визуально его отстричь, как многие делают. Это в первую очередь включиться в процесс, включиться в какие-то ощущения, прочувствовать это, и уметь действительно понимать, что вы делаете, понимать через регистрацию определенных внутренних импульсов. И если вы это не умеете, естественно, я тоже этому всему обучаю, но я вам скажу так, это играет очень важную роль, потому что вот на собственном примере просто привожу, что вот мне сейчас плохо, да, я, например, чувствую опустошение, слабость, негативные эмоции, могут даже там обостряться какие-то внутренние состояния негативные, что вдруг у меня все дико начинает бесить, дико начинает злеть, или я впадаю там в какое-то уныние, депрессию и так далее. Когда я начинаю смотреть, например, на энергетики, вижу, что там присосался вот такой мощнейший какой-то вампирический канал, я его убираю, и вот разница, да, вот этот контраст. Вот сейчас мне плохо и хреново, я убираю этот канал, буквально проходит там, я не знаю, 5 минут, и я становлюсь совершенно другим человеком, мне тут же поступает энергия, мне хочется жить, я успокаиваюсь, я не испытываю вот эту гамму негативных эмоций. И вот когда это на контрасте происходит, действительно волшебство, друзья, вот представляете, да, здесь никакой психотерапии, хотя я не против, я обожаю психологию, да, все их методики, но вот элементарно именно коррекция на энергетике, она создает по-настоящему волшебный эффект. И когда вот 5 минут назад ты был овощем, а проделав вот эти вот нехитрые манипуляции, мгновенно ты превращаешь в настоящего цветущего, живущего, полноценного человека, вот это вот, оно того стоит. Но этому нужно научиться именно на энергетике. Во-первых, находить, да, где они конкретно крепятся, а во-вторых, уметь действительно их обрубать, не иллюзионировать, а действительно уметь их отсекать. Ну и немаловажный фактор здесь играет, что работа причин, потому что канал может зацепиться ровно через несколько секунд после того, как вы убрали, если вы причину не проработали. То есть очень важно в первую очередь ее осознать, ну об этом я постоянно где-то говорю, в каждом видео это есть, но тем не менее я повторяю, потому что многие, кстати, не слышат ключевые моменты, потом заново задают вопросы, что говорит о том, что они невнимательно прослушали видео, и саму суть, саму суть не уловили, поэтому я сейчас буду акцентировать внимание, друзья, проработка причины – это основа работы на тонком плане. Следующая методика – это повышение светоносности, поднятие вибраций. С помощью чего это можно делать? Любые медитативные и духовные практики. Ну здесь опять же, да, мы упираемся тоже в те же причины, то есть сама по себе светоносность не происходит, если внутри, как говорится, вот эти темные энергии, они не вычищены, то есть если мы не поработали с причиной. Просто так вот уйти в высокие планы, без глубины проработки, ну практически невозможно. Хотя, безусловно, это тоже может дать какой-то эффект, но быстрее, если вы все-таки поработаете над причиной. Следующий пункт – это энергетические чистки, и в первую очередь от бытового налета. Это вот то же самое, как, например, мы убираемся каждую неделю в квартире, потому что как бы мы ни пытались быть аккуратными, там все класть на свое место, все равно появляется вот так называемый бытовой мусор. На энергетике тоже есть вот эти бытовые наслоения темных энергий, которые нужно уметь убирать, сбрасывать, и само по себе, конечно, это может происходить, но бывает, что количество загрязнений превышает способность энергосистемы самоочищаться, и для этого нужно проводить специальные дополнительные мероприятия. То есть научиться чиститься. Способов очень много, они самые разные, этому я тоже на своих курсах обучаю. И здесь, знаете, как важно, то есть сами по себе чистки – это не какой-то механический способ улучшить свое состояние, здоровье и так далее, или выйти в какой-то уровень счастья. Но это дополнительная методика, которая тоже дает результат в комплексном подходе. И здесь очень важно, опять же, к этой же причине возвращать. Я буду много о них говорить, чтобы у вас это отложилось на подкорке. Тогда вы будете действительно эффективно работать. Поэтому не обидитесь, если одно и то же слышите, а попробуйте все-таки это вот прям себе записать, потому что это и есть ключ к решению вопроса. И тут приведу простой пример. Например, допустим, у вас в квартире вы убираетесь, и вы видите, что в каком-то месте у вас там, я не знаю, дыра в стене, в полу, и оттуда постоянно налетает пыль, сыпется какая-то грязь. И вот смотрите, вот если вы убираете, она через 5 минут опять насыпалась, вы через 5 минут опять убрали, вот вы что, каждые 5 минут будете убирать? Не проще ли заделать эту дыру, устранить источник этого загрязнения? То же самое и про причины. То есть проще проработать причину и меньше убираться, меньше чиститься, как говорится. И это будет намного эффективнее. Вот я, может быть, сейчас с такими простыми вещами объясняю. Так же, как с теми же тараканами, про которые много говорю. Что тараканы не придут там, где чисто, но если постоянно грязь на полу, и шметки еды там валяются, если хозяйка не чистоплотная, они у нее поселятся навсегда. Вот то же самое с вот этим методикой. То есть сами по себе чистки, они, конечно же, не панацея, но тем не менее, как дополнительный комплекс мероприятий, они действительно дают очень хороший эффект. И от бытового загрязнения, безусловно, нужно чиститься регулярно. Мы же с вами не моем голову, там один раз помыли голову, и такие думаем, ну все, теперь до конца жизни ее мыть не нужно. Но то же самое с чистками. То есть это нужно делать постоянно, регулярно. И мы плавно переходим к тем же чисткам, то есть только теперь это будут чистки от различных подключек и сущностей, 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 о чем я очень много люблю говорить, потому что, да, сущности действительно по здоровью бьют колоссально и сразу же. Действительно состояние здоровья падает, люди начинают болеть, потому что они очень много энергетики, ваших жизненных сил съедают, и человек, ну вообще в буквальном смысле, может прямо сгореть за очень короткий период, ну смотря там какая сущность может подсесть. И здесь тоже, опять же, все к тому же сводится, проработка причины. Очень часто мне пишут, почему вот этот вопрос волнует, мне постоянно пишут, уберите мне сущность, пожалуйста, можно, там, или помощнику пишут, можно у Ирине заказать вот это вот экзорцизм, чистку от сущности. Я уже писала статью, почему я их не убираю, да. Я привела там конкретные примеры, почему это не сделала, предложила альтернативный вариант, предложила курсы. На курсах очень много ребят у меня убирают сущности самостоятельно, и, понимаете, с одной стороны, вот многие говорят, мол, ну мы же сами себе зубы не лечим, мы же сами себе, вот как хирурги, не вскрываем, там, в случае операций, полость тела. Да, вот в этом плане, как бы, я согласна, но с другой стороны, ну, во-первых, физически мы и не ходим туда каждый день, а вот что касаемо сущности, кто с этим реально столкнулся, то там проблема действительно очень колоссальна, она может к вам поселиться ровно через 5 минут после того, как вы ее убрали. Поймите, вот в чем суть. Вы же не будете каждые 5 минут к мастеру ходить и иметь от него некую зависимость. Здесь намного эффективнее для вас научиться это делать самому. И когда вы действительно этому обучитесь, ну, здесь понятно, что нужно развивать определенные навыки. И если вы этому научитесь, то помоги себе сам и обрати счастье, да, и вы очень много что для себя откройте, действительно начнете по-настоящему развиваться. Ну и да, если мы уж коснулись к тему сущностей моей любимой, то здесь также играют роль навыки боевой магии, которые тоже нужны, и я это тоже применяю иногда, но я не применяю их на людей, применяю их на существ тонких планов. Иногда бывает, они действительно атакуют, и им нужно показать, что у тебя тоже есть зубы, да, и ты тоже можешь дать отпор. Ну и в обычной жизни, в виде просто даже элементарного иногда отказа, вот если мы не будем, как говорится, уметь показывать зубы, нас сожрут в буквальном смысле слова, мы тоже должны выстраивать свои личные границы, отказывать, да, и давать отпор, потому что ситуации разные бывают. То же самое и на тонком плане. Сущностями иногда нужно давать отпор. Когда ты показываешь им, кто ты есть, что ты умеешь, и что ты тоже не слабое звено, то они даже иногда и уважать тебя начинают. Вот такое тоже может наблюдаться, вот кто работает с тонким планом, они об этом знают. Поэтому навыки, хотя бы элементарные какие-то навыки боевой магии, плюс личная сила, которую нужно выстраивать и накапливать здесь, тоже играют определенную роль. И, соответственно, что? В каких-то ситуациях нужно уметь выстраивать защиты, сейчас расскажу в каких, и уметь маскироваться. Мы с вами все живые люди, я тоже живой человек, и я тоже испытываю разные эмоции, разные по своим типам. Я тоже могу быть с чем-то не согласна. Я тоже могу злиться, негодовать, как-то себя проявлять. И в этот момент, особенно если вы соприкоснулись с тонким планом, вы знаете, что вы там открыты. И если вы излучаете негативные какие-то эмоции, то есть немножко понижаетесь по своим вибрациям, то это тоже привлечет массу вампирических структур, которые к вам попытаются подключиться. И в этих ситуациях нужно, конечно же, ставить защиты. Бывает, что какие-то проработки подсознательно вылазят, и там без негативных эмоций никак. Это нужно прожить, а там идет чистый негатив, понимаете? В этот момент, конечно, лучше всего ставить защиты, либо маскироваться. Маскировка тоже своеобразная, как бы защита, но она немножко другого плана. То есть это тоже нужно уметь, и тогда вы создадите себе, то есть вы будете проживать, не просто выплескивая в общее пространство и привлекая, хочется сказать, внимание санитаров, внимание вредоносных структур, но вы будете в своем каком-то локальном пространстве, создав защиту, вы внутри это все проживете, а потом это можете уже очистить и убрать. То есть это тоже тот комплекс мероприятий, который очень важен. Ну а бывает, что, бывает разное, бывает, что личные отработки происходят, и вы просто не в силах какой-то отпор давать. Бывает такое. И в этот момент действительно лучше пересидеть в защите какое-то время, и потом, когда вы уже окрепнете, вы сможете уже полноценно это все проработать, вычистить, ну или там, если к вам кто-то полезет, то, соответственно, отбить попытку этой самой атаки. Следующее, что у нас относится к энергетическим планам, ну это уже ментальное поле наше, это область нашего мировоззрения, нашего восприятия и нашего внутреннего диалога. Это, прежде всего, друзья, чистые мысли. Чистые мысли. Чем чище ваши мысли, чем высокочастотнее ваш внутренний диалог, он в любом случае будет, даже если вы умеете останавливать, он включается автоматически у всех, то здесь важно все-таки добиться того, чтобы это были такие более духовного плана мыслей, какие-то обсуждения внутренние, потому что вас это будет все-таки больше очищать. Ну и здесь, конечно, важно пересмотреть систему убеждений, скорректировать ее и сделать себя более осознанным. Теперь переходим ко второй части. Это физические мероприятия, аспекты и ритуалы определенные, которые тоже помогают сохранять здоровье, быть в тонусе и чувствовать себя прекрасно. Ну, первое, с чего я начну, и то, что я всегда всем советую, это физическая активность, это спорт. Спорт я рекомендую, друзья, интенсивный. Я рекомендую все-таки заниматься либо бегом, либо кардионагрузками, а еще лучше это чередовать с разного рода спортивными мероприятиями. Ну и вообще лучше это делать каждый день, хотя бы легкую зарядку, друзья. Если вы уж прям так интенсивно не занимаетесь, как это я делаю, я посещаю спортзал каждый божий день. Если в выходные я в спортзал не хожу, то я обязательно либо ухожу в поход в лес, либо куда-нибудь на скалодром иду, либо еще в какие-то мероприятия. Летом мы все время катаемся на великах, зимой на коньках, ну и так далее. То есть у нас всегда есть какая-то физическая нагрузка, и я, естественно, свою семью к этому приучаю, потому что это залог здоровья, друзья. Что происходит на энергетике? То есть через пот у вас выводятся токсины, а на уровне энергетики вы разгоняете свою энергосистему, то есть у вас энергообмен усиливается, у вас поднимается иммунитет, и все обменные процессы тоже становятся быстрее. То есть это прям вот... Вот я очень рекомендую. Действительно, против простудных заболеваний, особенно, вот знаете, вот как ни странно, только начинаешь заболевать, что ты идешь в спортзал, пропотел так хорошенько, понимаете? И все, болезнь вас покидает. У вас с этим потом выводится вся бяка, вся эта гадость, все сразу же выводится. Ну и еще, конечно же, я рекомендую баню. Я обычно сходил позанимался, потом сходил в баню, то есть очень часто сейчас совмещают все это в спорткомплексах, все это есть. То есть вы сразу можете и туда, и туда сходить. Тоже в бане активно пропотели, все это дело вывели через свои поры. Чувствуете себя прекрасно. Особенно в верхнем дыхательном пути здесь прям очищаются на ура. Ну и что через спорт? Это у нас снижение веса, потому что вес здоровья не добавляет. Это очевидный фактор. Ну и крепость мышц, то есть тонус, крепость мышц, укрепление суставов, укрепление костей. Это все тоже играет немаловажную роль. Также сейчас вот что? Мышцы стабилизатора, тот же пилатес, да? Там, например, прорабатываются те мышцы, которые в обычной жизненной активности, они практически не задействуются. И человек, например, вот он может как-то там шею повернуть, и его скрутило, да? Или он там в машине повернулся, или даже бывает вот просто вечером как-то не так лег, и тебя потом на утро разбил полупаралич. Ну, условно говоря, да? Я говорю, что начинает все болеть, там свело, там где-то потянули связку и так далее. То есть, чтобы этого не происходило, конечно, нужны тренировки самые разные, да? Начиная от растяжек всевозможных, силовых каких-то нагрузок, ну и кардио, естественно, тоже. То есть, это нужно, в принципе, делать сбалансированно. Лучше всего записаться в обычный какой-то фитнес-зал. Сейчас это позволит себе, может, каждый, особенно в больших городах, там огромное количество всяких разных предложений. Сейчас все это дело максимально ведется грамотно, и вам предложат набор тренировок, которые задействуют ваше тело и физическую вашу активность самых разных параметров. То есть, я вам это очень рекомендую. Второй момент – это питание. Безусловно, да, тут, как говорится, вы все и так прекрасно понимаете. Знаете, но все равно я вам проговорю. Я лично 3,5 года не ем мясо. И я тоже обратила внимание, что очень многое изменилось, даже вплоть до того, что организм стал меньше пахнуть. Вот как ни странно, да, все-таки мясо запускает гнилостные процессы внутри организма, и это добавляет вот такой запах как от тела, так и из ротовой полости, даже от волос может быть запах. Поэтому вот, как ни странно, действительно, когда меньше употребляешь мясо, то запах становится совершенно другим. И более того, вот у кого маленькие дети, обратите внимание, особенно у кого груднички, кто еще не перешел на прикормку мясом. Вот мы сначала, да, мы же даем там какие-то цветную капусту, там брокколи сначала прикармливаем, потом вводится мясо. И вот в эти моменты, да, вот когда еще на грудном скармливает ребенок, и там овощи у него, вот стул не пахнет. Но как только начинаешь прикармливать мясными продуктами, у ребенка тут же меняется стул, и появляется вот этот гнилостный запах. Обратите на это внимание. Поэтому, да, как бы это тоже основа. И мясо, ну, про это не буду вам рассказывать. Я думаю, вы в этом подкомнат, я просто вам хочу об этом напомнить. Вот. То, что, конечно же, по возможности, если вы можете это сделать, то исключайте животные продукты. То есть я три с половиной года при интенсивных тренировках прекрасно себя чувствую. И несмотря на там ученые, которые там предостерегают, всякие страсти рассказывают и пишут, я не обращаю на это внимание, а обращаю внимание исключительно на свое собственное самочувствие. Для меня авторитет, мой организм. Он не врет, он всегда мне подсказывает, что и как. То есть слушайте все-таки больше себя, нежели там любого, там, не знаю, какой угодно степени ученого, который вам это тоже вроде бы на первый взгляд очень грамотно все это расскажет. Но, тем не менее, ваше тело – это самый мудрый советчик. Да, определенно каких-то витаминов не хватает, я их пропиваю. Те же витамины группы В. Периодически я их пропиваю. И, в принципе, особых проблем с этим нет. Ну, естественно, вы должны соблюдать умеренность в питании. Тоже очевидные вещи. То есть не переедать, не давать нагрузку вашему организму, чтобы он сильно перегружался. Ну, и не исключить всякого рода химию. Здесь все понятно. Фастфуд и все эти всякие вредные штуки, которые сейчас у нас в большом количестве предлагаются на рынке. То есть подходить к осознанному питанию. И все-таки переходить на правильный образ жизни. Ну, и плавно мы переходим, конечно же, к отказу от вредных привычек. Еще раз напомню, да, что я совершенно не употребляю алкоголь. И очень часто, кстати, я сталкиваюсь с тем, что многим людям это как-то дико. Они мне, например, ну, там в том же спортзале у нас было мероприятие. И мне, например, говорят, давай выпьем. Я говорю, я не пью. Ну, как? Ну, чуть-чуть. И вот человек, ну, как бы не пьет, как можно не пить. Вот так вот, я не пью ни на какие вообще мероприятия. Ни на день рождения, ни на Новый год. Ни чуть-чуть, ни шампусика, ни пять капель. Никак. Я вообще не употребляю алкоголь. Я к этому отношусь крайне радикально. И я считаю, что для моего организма это полный вред. Поэтому я не пытаюсь там оправдать, рассказывать, ну, один бокал вина там раз в месяц, это можно. Нет, друзья, я не пью вообще. Вы, конечно, можете сами делать, как вы считаете нужным. Я вам просто рассказываю о своем опыте. Мне это дало здоровье, дополнительное здоровье. Потому что, знаете, вот этот бокал вина, а где один бокал, там и второй бокал. А там вот вкусненько, а там вот сладенько. А здесь я расслабился, себя уже не могу контролировать. Потому что контроль с появлением алкоголя в крови утрачивается в геометрической прогрессии. Вы все это прекрасно знаете. И я этого не допускаю. В этом плане человек дисциплинированный. Ну, и, естественно, курение, психотропные вещества, наркотические вещества и так далее. То есть, ну, это само собой, разумеется, это все мы исключаем. Потому что это только убивает наш организм. И вопрос дозы здесь тоже не обсуждается. Вообще никак. Да, я знаю, что будет кто-то возражать, особенно любителя айвазки. Ой, друзья, как бы я ее не употребляла. И, ну, скорее всего, не буду. Зачем это делать, если это можно сделать с помощью обычных медитаций? С помощью самых разных техник и умения контактировать с существами тонких планов это можно сделать без вреда для вашего организма. Поэтому я, как бы, ничего такого не употребляю. Ну, естественно, вам не советую. Далее еще один такой вот интересный ритуал, который я уже 5 лет практикую, который тоже укрепил мое здоровье и энергетику. Это обливание холодной водой. Каждый божий день, без исключения, после душа я обливаюсь холодной водой. Здесь два варианта. Вы можете набирать холодную воду в тазик и выливать на себя с головой. Но так как я мою голову не каждый день, да, у меня длинные волосы, то я это делаю просто душем. То есть исключаю холодную воду и вот этой лейкой прям себя со всех сторон поливаю. Ну, длительность и температуру воды это вы сами регулируете. То есть по самочувствию можно начинать по чуть-чуть и увеличивать уже до того состояния, как вы считаете нужным. Это тоже очень здорово укрепляет организм, подстегивает иммунитет, да, и вот эту стимуляцию как раз таки и создают. И все вы прекрасно знаете, я раньше купалась в прорубях, сейчас просто это мероприятие для меня слишком поздно проходит, да, обычно же 12 ночи, вот на крещение купать. И это делала с точки зрения именно оздоровления. И это, ну, действительно, вот эти все мероприятия, они очень так взбадривают, то есть дают хороший тонус. Поэтому у меня теперь вот ежедневные такие процедуры, я им тоже вам рекомендую, то есть в комплексе, сами по себе, да, нельзя, конечно, не сказать, что это некая полноценная, но в комплексе они результат тоже дают. Дальше. У меня еще есть такая привычка, это постоянно пить травяные чаи. Я их обожаю. В свое время вот ездила на Эльбрус, из Кавказа, много этих чаев привезла, там классные травы, всякие разные душистые чаи, и я их пью постоянно. Ну и также у меня мама заготавливает очень много разных трав. В основном я пью, что Иван-чай, календулу, ромашку, смородину сушеную, малину сушеную, можно добавлять туда всякие ягоды, калину, черноплодку, тоже в сушеном, либо в замороженном варианте. И, соответственно, всякие разные травы, там мяту, душицу, мелису и так далее. Можно чуть-чуть чая добавлять, но я в основном пью в чистом виде. Я очень много пью травяных чаев, они тоже очень укрепляют иммунитет. Ну и травы вы сами можете под себя подбирать, то, что вам нравится, или то, что подходит конкретно для вашего организма. Тут, как говорится, на собственное усмотрение и пределу творчества здесь нет. Смешивайте, создавайте свои какие-то травяные напитки. Но это тоже очень такая полезная для вашего организма привычка. Дальше, что я еще использую? Я очень много употребляю лимона и имбиря. То есть у нас дома всегда есть лимон и имбирь. Даже в периоды, когда они сильно дорожали, в период первой истерии во время пандемии коронавируса, мы даже за вот эти бешеные деньги ходили и покупали лимон и имбирь. Сколько бы они ни стоили. Потому что это действительно очень хорошие, такие стимулирующие средства для иммунитета. Даже, например, у спортсменов есть такие хитрости. Например, если нужно прибавить энергии, ведь допинг там нельзя, они берут, например, лимон, либо половинку, либо даже целый лимон, выжимают в воду и пьют этот напиток. Но здесь, опять же, друзья, подходим к этому с умом. Если у вас проблемы с желудком, вы тоже учитывайте эти заболевания. Потому что можно и навредить. Но у кого желудок здоровый, пожалуйста, пейте. Более того, даже при начале простудных заболеваний, если вы прям такую ударную дозу лимона в течение дня выпиваете, у вас резко иммунитет включается и болезнь идет на спад. То есть это все тоже работает. Все знаете, как говорят бабушкины методы, но тем не менее это работает. И мне иногда бывает, ну, бывают моменты слабости, когда нужно резко взбодриться, а времени чиститься нет, просто берете лимон. Ну, тоже, да, зубы. Я один раз наелась лимона, и у меня облезла эмаль. И потом какое-то время восстанавливалась. То есть, знаете, когда так делаешь, и прям боль дикая. То есть здесь тоже учитывайте. Поэтому лучше с водой, либо с чаем. Ну, в общем, как бы очевидные факты, да. И что еще? То есть разного рода ингаляции, водяные бани, горчичники. Ноги парю в горячей воде, горячие всякие ванны. Это тоже очень здорово. Подстегивает эмунитет, стимулирует. Ну, такие все народные методы. Это мед тоже много ем. Мы прям покупаем вот такими ведрами этот мед. Ну, и если брать ритуальные какие-то части, уже относящиеся к ритуальной магии, то работа с солью. Вот очень много очистительных мероприятий. Можно солью мыть сиру, да. Можно себя там обрабатывать разными способами. То есть, кто знает, вы можете использовать соль для очистки себя. Ну, опять же, тоже в комплексе. То есть само по себе оно вас не выведет в новый горизонт и не сделает просветленными. То есть, напоминаю, да. Но все вот это в комплексе, то есть это должно быть стилем вашей жизни на постоянной основе. Вот все вот это, что я перечислила, это я много достаточно перечислила. Может быть, что-то забыла. Вспомню. Обязательно дополню в последующих видео. Это позволяет мне чувствовать себя хорошо. То есть это уже на автомате происходит. И я всегда прислушаюсь к своим ощущениям. Я знаю свое эталонное состояние. То есть, как я должна себя чувствовать, когда у меня чистая энергосистема, организм. И, соответственно, я от этого отталкиваюсь. Если есть какие-то расхождения, я тут же начинаю производить поиск и отслеживаю, где что прилепилось, прицепилось, кто зашел, кто вышел и так далее. То есть я принимаю какие-то меры. Ну и да, меру нужно принимать сразу же. Я об этом говорила в ролике про коронавирус. Не допускать, когда вы уже скатились в энергетическую яму. У вас банально не осталось сил. Поэтому сразу же, как только появляются первые симптомы, мы применяем все эти мероприятия для того, чтобы не уйти в болезнь и, соответственно, не слабить свою энергетику. Поэтому, друзья, пользуйтесь на здоровье. Если что-то вы не умеете, я всегда к вашим услугам. Я провожу курсы, и они многим помогают улучшить жизнь. Поэтому я вас приглашаю. Ну и, естественно, напишите, поделитесь своими какими-то методиками. Может быть, что-то я пропустила или не назвала. Обязательно напишите это в комментариях. Нам всем интересно, будет и полезно. Ну и подписываемся на мой канал. Ставим лайки. Делимся с друзьями. Обязательно, друзья, поделитесь этим видео. Оно кому-то будет полезно. Вы улучшите свою карму, и другим людям принесете пользу. Ну и в целом увеличим количество светоносных людей на планете, которые осознанно подходят к своей жизни.